Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, раскидайте по своим соцсетям. Сегодня выхожу в эфир с таким непростым обращением ко всем, ко всем христианам, ко всем россиянам, ко всем нам, пасторам, служителям. Вы, наверное, знаете, что идет мобилизация уже какой-то день, забирают всех везде и всюду. И вот сегодня один молодой человек решил выразить свой протест против мобилизации, по-моему, в Устилимске расстрелял из оружия, расстрелял военкома, того, кто отвечает за этот призыв. Таким образом, как пишет, выразил свой протест против всеобщей мобилизации, хотя она частичная, якобы называется. И второй случай трагический, который произошел сейчас, это расстрел детей в школе. Вы слышали, наверное, сейчас все пишут, все передают об этом. Учителя, дети, сегодня уже кто-то написал, одна из учителей, по-моему, это жена баптистского пресвитера, в тяжелом состоянии тоже два ранения. Дело не в нашей религиозной принадлежности, а в том безумии, которое охватило наш народ, охватило молодежь. Вы видите, не только молодежь, а там уже до 50-60 лет эта мобилизация касается. Многие бросились уезжать из страны. Сегодня еще пишут, что и грузинскую границу перекрыли, что военные, ВТРы подогнали туда, чтобы не выпускать. В связи с мобилизацией же, наверное, страну закрывают, не знаем, будет ли железный занавес. Но мы видим, что мы живем в последние времена. Буквально на прошлой неделе я давал интервью о разном каналам, и у меня израильский один канал брал интервью, тоже спрашивали, а нет ли каких-то пророчеств специальных к этому времени. Я говорю, какие пророчества нам еще нужны? В Евангелиях все написано. Евангелие от Матфея, от Луки, от Марка. Одна и та же история, когда ученики спрашивают Иисуса, и он говорит, не бойтесь, не ужасайтесь всем вот этим вот не просто военным слухом, но и вы услышите шум войны рядом с вами, так один из переводов говорит. Было далеко, не было слышно. Сейчас рядом с нами, здесь Россия, и действительно, 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 это вот охватило вот такое-такое безумие. Насколько разрастется эта война, большая уже, непонятно. Я сейчас хочу вернуться на сто лет назад. После знаменитой испанки, после эпидемии, началась Первая мировая война, которая унесла миллионы-миллионы жизней. И после нее пришла и депрессия, и все остальное. Если удалиться от сегодняшнего дня и посмотреть на мир с библейской перспективой, с исторической вот этой перспективой, то можно увидеть цикличность процессов, которые происходят. Ну, дай бог, конечно, чтобы я был не прав в этом. Но то безумие, которое охватило наших мужчин, наших женщин, наш народ. Вот. И это все, конечно, не проходит бесследно. Вот та истерия, та ненависть, которая льется с экранов телевизоров. Все вот эти разговоры, которые сейчас начались о ядерной войне, о том, как всех превратили в пепел, а во все остальное. Но это и нас коснется. Мало кто задумывается. Или начали уже задумываться. И это страшит, и это до безумия доводит некоторых. Друзья, давайте молиться. Давайте молиться. Я не знаю, что еще сказать. Молиться. У бога все ответы. У него помощь для нас. И даже в эти трудные времена Господь проведет нас. Я вижу, безумие охватило церкви. Мне за вчерашний день уже видео несколько скинули. Вот воскресные богослужения. Кое-где пастыря уже мобилизованных отправляют на фронт, благословляют. И это в церквях, в протестантских церквях. О чем вы говорите, показывая, прислали патриарха Кирилла, его выступление, где он тоже всех отправляет туда же и благословляет, и говорит, что все в рай попадут. Неизвестно за что. Просто за то, что он это сказал. Так у нас еще хуже дела обстоят. Еще хуже. Десятками, десятками. Радуются тому, что отправляют. Катаются на БТРах, еще что-то. Снимают все это, выкладывают в интернет. А потом говорите, что не выставляйте, не говорите, пусть мир этого не видит. Да вы сами все это делаете. Вы сами. Вас самих охватило безумие. Вы сами это все выставляете. Все свои видео. Потом не пеняйте на зеркало. Не пеняйте на меня в том числе. Что я что-то делаю. Это все на ваших сайтах, на ваших каналах. Вы все это в мир вбрасываете. Вы показываете свою ненависть. Вам только дай оружие. Многие прям говорят, уже до безумия доходит. Да, возьму, пойду и будем, и все. Господи, помилуй нас от этого безумия. Безумие. Но я верю, что у Бога всегда остаются здравомыслящие, мудрые, порядочные христиане. Верующие люди. Не смотрите на ваших лидеров, которые продали уже всех и вся. Которые устраивают вот эти безумные свои союзы, конференции сейчас. Пляски на костях. На костях. Конференции, где будут скакать, радоваться. Поднимать руки. Молодежь все соберут сейчас. В Москве в том числе. Для чего? А вы задумайтесь. Задумайтесь. Родители, я к вам обращаюсь сейчас. Для чего они собираются? А отрабатывать надо. А как еще хотели? Как власти работают вот с такими большими церквями, как в Москве, то же слово жизнь. Вызывают и говорят, все. Мы тебе давали время. Хорошо пожили. Деньги постричь. С студентов, с молодежи. Конференции проводить. Все. Ты живешь нормально. У тебя дом, там все, мотоциклы, машины. Катаешься, ездишь по миру. Ну, надо платить. Долг платежом красен. А как ты хотел? Дорогой наш человечек. Военные подъедут всех, вот там, соберете несколько тысяч, и вот тебе еще и какую медальку дадут, грамоту от администрации президента выпишут, или еще откуда-нибудь найдут. А вы что хотели? Последние времена. Долг платежом красят. Вот так, поманили пряничком. Однажды. Они сейчас заседают там, все, благословляют, одобряют это все. А платить надо. А платить чем они будут? Платить они будут душами наших сыновей. И женщин, кстати, призывают уже, которые военнообязаны где-то, военные билеты имеют, военные кафедры, когда были в университетах. Подумайте об этом. И, конечно, такие события, но сейчас будут писать, что выразили свой протест против спецоперации или чего-то еще. Ну, так не выражают свой протест. Не убивают людей, не убивают детей. Не убивают. Это просто какое-то сатанинское безумие последнего времени. Вот дьявол берется больше и больше душ. Одни так убивают, другие посылают на смерти, на убийство. В том числе эти. Так называемые священнослужители. Господи, спаси и помилуй нас, нашу страну, наших людей, Господи. Безумие охватило. Дорогие, берегите себя. Берегите, как только можете, своих близких и родных. Я думаю, вы понимаете меня. Как. Так, я часто повторяю умному достаточный намек. Дай Бог, чтобы вы оказались умным человеком, вы поняли. Поняли и время, в которое мы живем, и то, что будет происходить. Почитать Евангелие. Все эти три истории. Какой признак там конца века, когда спрашивают ученики. Посмотри на все это благополепие, на камни, на оклады золотые, на все остальное. Они поверить не могли, когда он сказал, что на камне не останется. Нам тяжело поверить в сегодняшний день. От привычного не остается камня на камне. От привычной работы, отдыха, поездок, всего остального. Все. Все. Вот тебе повестка, вот тебе ружье. И давай, давай, иди. То, что касается сейчас не только мобилизации, но и призыва. Сейчас так идут эти референдумы. Как только их признают территориями нашими, российскими, наши власти, то уже и дети пойдут служить. 18-летние, они же не пойдут за границу служить и участвовать в каких-то операциях. Нет, они пойдут уже туда, как на территорию России и будут служить, несмотря на то, что там военная операция. Ой, друзья, последнее время, последнее время. Не знаю, насколько долго это будет. Возможно, и пророки до этого говорили в последние времена. Да вообще церковь 2000 лет ждет в последнем времени этого. Но то, что с людьми происходит, это не Бог работает сейчас в России. Это дьявол. Дьявол в том числе и через иерархов, и через первосвященников всяких. И священников, и всяких, и протестантских в том числе. С вами был я, епископ Алидер Тураткин. Наш канал «В для Ценебесный». Благословляю вас всех. Храни вас Бог.